Всем привет! Увидев эту коробку, вы, наверное, уже поняли, что будет находиться внутри. Это очередная лазерная проекция на канале. Наверное, самая крутая. Здесь целых 5 лазеров, 6000 рублей стоимость. Такая вот стандартная коробка. Все лазеры от этой компании в плюс-минус одинаковых коробках. По комплектации инструкции на английском и на китайском языках. Сама лазерная проекция, небольшая по размерам. Спереди у нас 5 лазеров. Клавиша, чтобы менять режим. Светодиод, который показывает, какой режим включен. И инфракрасный порт. Сзади у нас разъем для питания, микрофон и охлаждение. Сделано из металла. Качественно, как и все лазеры этой компании. Также по комплекту вот такой пульт. Также адаптер в сеть. Я каждый раз буду говорить, что он короткий. Хотелось бы как минимум 2 метра, а желательно целых 3. Здесь целых 2 вида крепления. Вот такое вот стандартное. И еще чуть необычное. Вот такое. Если брать только одно крепление, цена будет пониже. Давайте я по очереди покажу эти крепления. Вот стандартное крепление. Вы уже его 100 раз видели. Можно вот так вешать. Можно вот так на столе устанавливать. Вот второе крепление. Здесь есть все, чтобы устанавливать его на потолок. Оно мне нравится побольше, потому что оно более крепкое. Также угол настраивается здесь поудобнее и получше. Но здесь решаете вы, какое крепление вам нравится больше. Давайте покажу теперь режимы и познакомлю с пультом. Сейчас я покажу только, как он управляется, что он умеет. Подробно, как это красиво выглядит, вы увидите в конце видео. По шуму вы сейчас услышите. Он не шумный. С музыкой это совершенно будет не слышно. Первая клавиша у нас включение-выключение. Дальше у нас авто. Это демонстрация всех режимов. Следующая клавиша это у нас включение музыки через микрофон, через звук. Следующая это play-pause. Дальше мы можем настраивать анимацию. Вот так это выглядит. Следующие вот эти две клавиши это у нас отвечают за фон. Можем выключить фон. Можем сделать вот так. Следующие две клавиши это у нас скорость анимации. Видите, как быстро все меняется. Следующая это скорость переключения анимаций. Вот так выглядит. Следующие две клавиши это у нас чувствительность микрофона. И это весь функционал этой лазерной установки. Сейчас вы уже видите, как это работает в темноте. Эффектные анимации это однозначно лучший лазерный проект. Но небольшой минус, что здесь есть анимации снежинок. Это классно под Новый год. Но если использовать его как такой универсальный, под все праздники, то снежинка наверное лишняя. Возможно это только мне так кажется. Напишите ваше мнение в комментариях. Камера конечно не передает все это. Визуально это намного круче выглядит. И вот пять лазеров. Это очень здорово. Стоит ли это конечно своих денег? Здесь уже есть вопросы. Все таки шесть тысяч это много. За такую любительскую лазерную проекцию. Две-три тысячи я еще понимаю. Но шесть конечно многовато. Но без одного крепления цена будет конечно пониже. Наверное более интересная. Но если вот сравнивать все лазерные проекции, которые у меня были. Это однозначно в топ два. Вот лазерная проекция с диско шаром. Мне очень понравилось. И вот это наверное наравне. Эффектно выглядит. Если вы занимаетесь какими-то вечеринками. Или хотите домой что-то подобное. И у вас есть шесть тысяч рублей на это. Однозначно покупайте именно такое решение. Обязательно с пультом. Потому что если вы подвесите на потолок. Неудобно постоянно нажимать эту клавишу. Пульт должен быть обязательно. Вот такой лазерный проектор у нас сегодня был на обзоре. Очередной, интересный. Пишите ваше мнение в комментариях. Продолжаем делать на это обзор или нет. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.